так ну что ребят начинаем мастер колесей сейчас я высморкнуть погоди холодает у нас насморк появился такой стабильный прямо вот и дождались мы мастер колесей очень крутого турнира ребята вчерашние записи не только вчерашние выложил в контакте я вижу что вы уже тут поджидаете многие ну и правильно делаете правильно делаете ребят что поджидаете сейчас начнется огонь просто я думаю уж корейцы обычно но и не косячить стараются с присутствием на на турнирах дайте просто посмотрим чё тут у нас так во первых удалить на здесь янтока 300 мне закинул в общем ребят тивай dark solar stats таким образом матчи расположены они могут меняться местами конечно потому что игроки могут там косячи приходить все таки онлайн турнир вот сначала тивайс первым со всеми побьется четырьмя оппонентами dark solar stats и потом мы больше не увидим тиранов кстати зачем они так распределили хитрожопа мы увидим потом дохрена пвз просто одно завоза и одно пвп вот так мы увидим все постараюсь сделать паки с данного турнира реплей кстати оперативно пушину нашему ребятам нужно репки чтобы оттачивать стратегии крутые хотя всем и так все прежно известно но я думаю по репкам там solar dark остаться диро тела я там могут все раз трениться как бы естественно что они здесь и представлены собственно говоря есть ставки кстати говоря здорово джонни сэк здоровый люк короче этот здесь будет ри естественно в группах я так понимаю або 2 даже вот воема как это не долго то чё тут это борьба 2 ревер ну и кстати плей-офф система такая необычная то есть я не знаю не помню как это называется типа шведская как это там не шведская но короче с первого места далеко попадает человек и ждет пока к нему придут из группы как далеко в четверть финал дать я вам покажу просто даем а вот здесь надо быть там я так ссылки дарк и дир здесь но возможно с них начнем а сейчас дару эймер турнир но можешь сам про него прочитать как ты думаешь нормально или нет вот вот 10 штук призовой бакинских 4 1 2 2 3 4 по рублюкаю для онлайн турнира по моему более чем просто и ну посидеть там из дома сыграть как бы понятно что если есть какие-то заготовки супер жесткие то никто и демонстрирует не будет но сейчас такой уровень что просто даже и без заготовок как бы люди играют стандартно что там такие как и навычно относительно стандартно вот новые те как бы просто выход в это идет через что-то разное да получается может через масс банши может еще что-то вот тивай вот здесь например есть статс нет статс отсутствует статс гасанулся не надо статс не подводи нас что за дела так Так, прыгаем в игру. Чё-то понемножечку начинается, ребят. Рекомендую вам, скорее всего, сюда звать. Кто StarCraft любит, лучше Dark Deer у нас первая пара уже будет сейчас. Я буду переименовывать, наверное, чтобы было понятно, кто играет. Потому что здесь имена такие, что надо видеть, считаю я. Тем более, в названии стрима будет инфа о том, что это Бо-2. Здесь будет тяжело выставить, что это Бо-2. Чё-то 3 чадова лагает, да? Как фискуты рота. Так, на Твиче какой-то ад вообще творится, если честно. Я что-то не понимаю, что происходит. Так, ну что, реально. Так, ну что, ребят, Дарк Дир у нас начинается. Это Бо-2 получается. Дарк играет в пул первый. Так, ребят, сейчас я посмотрю, что там с Твичом, что-то проблемы какие-то. Здорово, пацаны. Просто я запустил, а там реально какая-то перемотка. Ну что, ребят, Дарк Дир. Сейчас я Бо-2 проставлю. Сейчас понятно будет, поднялся Твич там или нет. Так, текст надо добавить. Так, сейчас я не могу кое-что здесь поменять. Так, так вот, да? Будет получше видно. Ну вот так, нормально, пусть будет. Короче, ребята, вы видели оппонинги? Пул первый. Тут через Адептов Дир открывается. Ещё нет вообще потерь никаких. Время 3-2-2. Пока я что-то тупил здесь, в общем-то, настраивался. Что-то с Твичом какая-то хрень происходила. Вот. Я понял, что Твич не робит вообще. Ну я же его, блин, перезапускал. Нет, Твич пошёл. И, кстати, он нормально стал работать, ребят. Всё нормально. Зря я обеспокоился. Проверьте, кто там сидит на Твиче, ребят. Как сильно лагает, не лагает, что там происходит просто. Вот. Прилетает Оракулом Дир. Дамаг что-то врубил. Личинку сжёг. Дрончик живой в итоге. Точнее, его там и не было, потому что он строил столько ещё. Ну и здесь Адепт, кстати, блок сзади, потому что увидел Дарковку. Адепт попёрся. Куда у Дир? Адепт попёрся. Когда-то должен быть выход сейчас и на третью базу. Ну, по идее, Старгейт успел назад пробку отвезти. Если б сейчас пробку назад не успел Дир отвезти, то собаки могли бы ворваться просто и учинить. Тут полный беспредел. Они бы на мейн пробежать могли сюда. Ну, по крайней мере, пилон у Дира стоит таким образом, что он вроде как всё более-менее прикрывает. Но Дарк не хочет больше, чтобы он прямо сейчас некую запилил. И в итоге собаку выпиливает. Как вы видите. Огрелочка Дир, что-то устал Овера сжечь, решил разогрев рубить. Хотя мог и без разогрева дожить. Вот сейчас вот это была ошибка, и почему такой небольшой? То есть, да, потерял бы секунды на 4 больше бы на убийство Овера, но он здесь, в принципе, ничего увидеть не мог. Огрелка потеряла в итоге драгоценное время, потому что она была вынуждена ждать, пока кончится разогрев, чтобы скорость рубить. Кстати, учитывая, что грелки сделали такой разогрев, сейчас замедление, на самом деле, логично было бы сделать функцию, чтобы его отрубить можно было бы тогда, вот как мне кажется. Пусть бы КД шёл, ты потерял бы его, но чтобы, хоп, если надо свалить в определённый момент для контроля, да, как бы. Например, ты прилетел фокусить хату. Раньше как-нибудь уже было, прилетел разогрев, вырубил, хату просто начал фокусить, и, ну, там даже гидра, допустим, видишь, что строится уже по таймингу в коконах. Ты сразу же назад летел и видишь, как она улыбляется, а тут можно и не улететь, например, с таким разогревом, которое сейчас есть. Так, адепты, что происходит? Где они? На третьей базе, Дир, Харасит пришёл, 7 рабочих убил. Адепты, главное, без Глеб, как-то вообще происходит, так непонятно. По-моему, здесь всё плохо, ударка уже. Или нет, королева есть. Прям в королевте лепаснулись, это прикольно было. Королевы приняли так. Адепты, надо что делать? И Оракулами продолжается Харас, то есть адепты Огрелки Оракулы. Огрелка там висит. 17 дронов выпиливает Дир в очередной раз просто. Это очень много. Потому что у самого уже четвёртый некст, знаете, вот, играя в этот стиль, Протс фактически обеспечивает такую атаку, что Зергу на такой стадии нечего выделить для того, чтобы Протса проатаковать. То есть, я думаю, что единственное, что здесь может быть, это какие-нибудь Беллингбасты резкие. То есть, Беллинголингами врываться, потому что Фотонок не строят, но если даже у верчажа успеет Дир выстрелить, то всё нормально, королева. Эта база, если что, и отдать можно было бы в такой ситуации для Диры. Но если Дарк не пойдёт вперёд, то, в принципе, она уже начинает качаться. Рабочий 73 на 65, 75, 65 в пользу Диры, и он намного больше по рабочим. Вот он летает, тут Харасит аракулами, кидает ревелэйшный, как может... А Дарк вышел в шпиль, ребят, посмотрите, у него караптеры. Это стиль, как играл... Посмотрите, это стиль, как играл Рок, кстати, недавно. Буквально Дарк уже на вооружение взял, где Рок играл. Ну, на турнире, этом GSL-супер-турнире. То есть, он выходил в караптеров, а потом что делал? А потом, получается, переходил в наземные войска. Здесь грелки заказные у Диры. Вот и мне кажется, здесь наземные надо переходить. Всё, варпанул сталкеров, а дома сейчас всё будет засано просто. Караптерами. Чё боится Дарк? Да с Таргейты они разогреются и нечем атаковать. Только Аракулы есть. Чё он делает-то? Да ну, какой пилон? Надо с Таргейты шатать было. Пилон бред вообще. Таргейты, блин, недооценивают Дарк, что ли, мощность зелёнки этой караптеры. На самом деле, эта зелёнка гораздо халявнее, чем разогрев грелки. То есть, он как разогрев в воле. Атакует, атакует, атакует юнит и получает просто больше дэмэджа на всё время в итоге. То есть, да, он только по зданиям у караптеров. Но такой там гигантский дамаг, просто жить. Так, у нас же загреве. Грелочки, ребят, ну их всего две. Плюс четыре сталкера, плюс уверчаж, маршебкур новый. Дарк давит диров. Смотрите, какой атака пошла. Роучи, караптеры, плюс королевы. Вот это стиль, это не стиль рога. Рог играл в более поздний гидро-стиль. Пуш такой вообще прям массированный. Вот когда он этот билд отыгрывал. Вот, но... Здесь же на роучах пришёл Дарк. Трансьюза есть на королевах. Да вот кого трансьюзить надо. Идеальный для трансьюза юнит. Жирнейшие караптеры просто. Вот, пошёл. Да, хоп, трансьюзики, они уже живы продолжают Дарк давить. И, по-моему, это 1-0. В пользу Дарка, ребят, просто в великолепном стиле. Пушем Дира просто задавил сейчас. Не, мне определённо он нравится. Вот, в конце 2017 года очень крутые игры, на самом деле. Получаются. Прямо столько разных стилей. И всё это точно, как бы. И, в принципе... То есть, вот такой пуш, да, как бы я... Именно вот в точность. То есть, понятно, можно сказать, что нечто подобное это видели. Но в Старкрафте всегда мелочи важны. То есть, вот именно такого, на таких таймингах с караптерами первыми, где-то 12-ю и переход в роуч и гидру. Я пока не видел такого именно билда. Рок пачкой грибов харасил. Да, ну, он там пачкой грибов не харасил. У него караптеры были и потом свитч в гидру просто жёсткий. Я имею в виду эту игру. Я не помню, с кем это... Погодите, с кем это... Ну, не с Хиро он, наверное, играл. А, или с Хиро. Это финал как раз был супер турнаментом. Ну что, вторую карту. Стасон уже пришёл. Видите? Вот, блин... Ты вот спрашиваешь, Эймер. Я хз, насколько корейцы будут играть здесь прям в полную силу? Ну, они все здесь сидят. Испа они не хотели, они не играли как бы. То есть, они понимают, что надо биться как бы, надо сражаться, в общем. Пошёл, да. Хоп, транслюзики, они уже живы продолжают дарк давить. И, по-моему, это 1-0. Так, твич проверил. Твич работает. Прыгаю в игру. Сразу в апсов попал. Ребят, хотелось бы в паузе сказать небольшую инфу по этому турику. Пока ничего не происходит между играми. Группа Б, С и Д по плану будут завтра, послезавтра и после-послезавтра. То есть, сегодня 3-й, 4-й, 5-го и 6-го. И плей-офф 11-го начинается. 12-го, 13-го. То есть, мы будем подряд смотреть сейчас 4 дня. Вот этот Старкрафт и потом ещё. Ну и тут составы, конечно. Группа Б, Лайв, Сирала, Новейшим Пак, Харрикейн. Не считаю Сирала здесь даже аутсайдером. Я думаю, упасть по зубам, побиться со всеми пацанами этими. Ну, посмотрим-ка его. Группа С, Рог, Тайм, Классик, Биан и Лейзер. Тайм, вот я не знаю. Лейзер, мне кажется, может побиться с Рогом, с Классиком. У 100% с Бианом не уверен. И Д группа, Хиро, Зе, Су и Осону. Что-то там случилось. Что-то там Ре, короче. Не знаю, что Ре. Может быть и с Грибами, да. Ну, Рог вообще Next Level Gaming, считаю. Я за Зергов продемонстрировал просто. То есть, мне вот реально Рог больше всех понравился. То есть, это то, чего я вообще как бы говорил про то, что можно делать типа как бы 3 эволюшна там, то есть, грейды и масс. Два шпиля, все просто, ну там, абсолютно замакшено. И вот первая, первая игра против Инновейшна. Вспомните, Рога против Меха. То есть, он всю игру просто катал с вармхостов, там кидал, что-то бился. И потом в конце выход, и Рог делает 36 или 34 муталиска. С 3-3 уже грейдами. То есть, он... А были только вайперы до этого. Были только вайперы. Конечно, Инновейшн мог сканить, например, видеть, или просто вайперов прокликивать. Там, допустим, 3 армура у вайпера, что-то подозрительно, а там 3-3 уже были до этого свитча как бы готовы, естественно. Вот. Ну или про сканинь два шпиля, например, что один не Грейтор Спайр, как бы. И понять, что да, может такое в будущем произойти, но там, когда в Мех играешь, бывает, те выбили часть юнитов, и они просто, ну, не могут подойти быстро, как у Прот создавала туда. туда. И в итоге решает такая тема, как свитч вот этот вот. И Рог просто убивает. Просто убивает муталисками. Гагей пишет Инновейшн там, и всё. Так. Крепишон нормально. Почему Глая нет? Глая не позвали, ему надо готовиться к Блескону в 2018. Вот, ладно. Давайте смотреть. Да, понятно. Здорово, а Рамчик, что Диор Тираном был? Я так и подумал, но прям полностью не заметил этого всего дела. Опа! Нексус первый Диорочек решил сыграть во второй карте. Ну что ж, Нексус первый мне всегда интересен, потому что Нексуса первый. Я больше всего любил играть с Зергами, как бы. по примеру, первого Старкрафта. Ну и через Гиты тоже билды там играть. Любил и Волей. Не только Воля. Да и Воле тупо можно было 4 ЛГП. Если Зерг без разведки играет, халявит, 4 ЛГП убить его просто. Можно было. Или страты в супербыстрых зелков вообще там. Ну это была вообще жесть, конечно. А когда-то Варп 60 секунд, по-моему, делался. Еще было время там Голи. Что просто Варп ты получал. Ну нереально быстро, как бы. Так. Ну ладно, это все уже в прошлом. Здесь у нас Лотф. И мы видим, что играет Дарк следующий билд, ребят. Семнадцатая хата Газ Пул. Третья хата. До готовности Пула. В итоге Королева только одна сейчас будет заказана. И вообще Дарк не спешит ее делать. Он не задерживает тайминг скорости. То есть он хочет, чтобы как можно быстрее скорость была. Это важно, потому что процессы привыкли к определенному таймингу. И там секунд 20 могут решить. То есть адепт задержится где-то в центре, например. И его примет уже, например, Дарк. Причем адепта по билду в некус первый более поздний. А здесь А здесь стандартная семнадцатая хата. Ну и третья будет. Сейчас Дарк уже ее будет раскачивать. Заказал два линга. Всего через два линга все это максимальная халява вообще. Это чисто как по Сливкиному Воловским билдам. С любой расой, кроме ЗВЗ. Наверное, да и в ЗВЗ неплохо просто. Дронов 68 напилить. И потом уже юнита строить. Их реально много получается тогда в определенной минуте. Так. Ну Дарк почти вровень идет с Диром. То есть прикиньте Убраться не эксус первый а Зерк умудряется вровень. То есть даже я не видел чтобы там 3-4 рабочих плюс просто было. Это на самом деле значит что Зерк очень круто рабочих строит. Просто очень круто строит рабочих. Не эксус первый он всегда обычно с Зерком ты чуточку в плюсик его. Здесь был конечно сейчас уже Дир позади будет на самом деле. Вот он сейчас третий выходит. Если конечно у него было больше информации о том что делает Дарк он вообще без разведки просто играет. То он бы увидел третью хату до готовности пула и можно было вообще на шестой минуте вне какой на шестой? На шестой это в Ходси можно было тут даже еще раньше нужно выходить получается. Третий. Хотя тут что примерно такое Дир и делает. Причем расковырял просто адептами дронов 6 штук. Аракул висит и почему-то Дир не контролит потому что здесь какие-то забегания странные идут. Че не забегания это один линк вообще это не нужно. Так, короче. стадисная ловушка где контроль Аракула то я не понимаю че Дир делал это вообще? Он как будто ну его этот линк загипнотизировал один он не понимает что сделать то ли блин контролить где что ли я не знаю ну то есть Аракул висел здесь на муве и здесь он просто завис и все то есть Дир его туда тыкнул но как бы больше не контролил в итоге отдал ради одной стадисной ловушки совсем не очень как бы и сейчас у него не будет Ревелэйшн если он новое не построит нифига у него не будет как бы а Ревелэйшн на этой стадии я бы сказал что на таком уровне он просто нереально важен ты можешь и кинуть куда-то на здание увидеть что там стоит ты можешь кинуть например на так а где эти собаки стараться где-то что верчашные ставят ты можешь его кинуть на ю да даже на этих лингов ты можешь его кинуть и ты будешь все видеть и такой хрени не будет, как сейчас происходить. Сейчас привел зелку по дефу сюда. Один зелок здесь остался. Все нормально. Начинается добыча. Но уже тут Дарк напрек немножечко, сами понимаете. Но Дир играет, кстати, интереснейший билд. Чем он интересен? Тем, что вариация его и от чего он зависит в тайминге, зависит как раз от событий. Как зерк напрягает, как там сам развиваешься. Зелок не на халде. Какая ошибка сейчас от Диры была. То есть это чаржа Архона Прессинг. И вот сейчас Дарк понимает, что это чаржа Архона Прессинг. И сейчас у Дарка уже есть Гидроден, ребята. И пошло 8 Гидралисков. То есть похоже, что если Дир даже вперед прямо сейчас пойдет, у него 5 Гитов плюс еще 2 строится. 7 получается будет. Или не 5? А, нет, у него 8. Будет один не открыт, просто бы его в чем дело. Там вот так показывался. Я думаю, очень сложно будет продавить даже в этой ситуации. Сейчас, правда, на 3 Архона есть Ресов, как бы, и можно варпануть просто 3 Архончиков. Но предпочитает 2 сделать с Дир, плюс еще там Зелков варпануть. А, Гидралисков еще не открыт, потому что в чем дело. Еще 2 делается, 10 Гидралисков будет сейчас. То есть просто решил переварпить, при этом все, выходя в Шторм, выходя в плюс 1. Так, на четвертую где-то тут приходит. 4 Зелка плюс 2 Архона. Но это так, видите, это получается просто харас. Это не атака. И ведь этим юнитам, вот призма на самом деле, то, что ее такое сделали, она дала просто столько тактических возможностей, если ты, как бы, контролируешь. То есть просто уходишь, там варпать на нее можно, то есть увеличить количество юнитов. Можно, можно забрать, но все это за уборгий контроль. Только я рассказываю про то, как с призмой можно делать, и где просто сливают юнитов. Надо просто было убежать домой, и все, как бы, подальше. Но он чуть отступал, по чуть-чуть, и в итоге не контроль, а Архона отдал. А Дарк просто решил, что это тайминг, ребята. Это тайминг, 28 гидролесков, две собаки. Голая гидра фактически идет вперед. Но сейчас и линги будут в дотекании здесь обязательно. Феникса минусует, просто сбил сразу же. Два пилона сейчас заминусует, тут же Дарк гидры просто тут нереальное количество. Вот он заходит. Какая ж мощная гидра, конечно, во втором старике. Я все время поражаюсь, но конечно, против шторма на самом деле и гидрой тяжеловато здесь. Но если бы здесь был крип, поворачиваться было бы просто дело приятное вам. Ну, смотрите-ка, Диер благодаря шторму отбился и здесь четвертую вынес. Какие-то странные моменты. То есть Дарк зашел... Ну, пилоны сдержали время, шторм, а здесь контр-харассы. Дома ничего не было. То есть, где был прирост собак, который быстро бы отбил бы вот это и сюда бы в дотекании смог прийти. То есть голая гидра была. Если бы хотя бы линги были, то тогда бы они могли бы в штормовиков ворваться штук 15. Хотя было бы, да, как бы уже начать их грызть, например, пока гидрой сзади выконтролил. Здесь получилось, что идеально шторм зашел просто. И вот уже Диер. Посмотрите, у Диера на базу больше, у Диера лимита больше. Но удар, кстати говоря, опять же тайминг. Люркер Дена неплохой получается. Две хаты он ставит. По грейдам единственная печаль у просто вторая атака, а здесь только одна рейнджовая. И Люрой сейчас нужно заставлять Диера, видимо, драться до арку. То есть, только тогда у него шанс какой-то есть. Мне кажется, 4 люркера сейчас сделать. Чего так близко? Он боится контратаки на призму. То есть, хорошо бы вот этим билдом здесь заморфиться, Люрой, прям сюда зайти куда-нибудь рядом, как бы. Например, вот сюда между вот на вот этот клацдар, как бы прессовать здесь и выманивать отсюда армию Диера. Так, еще 2 люркера. Здесь 4 бегает. С двух, по двумным направлениям делит Дарк армию. А, он еще решил пойти. Смотрите, он с две стороны решил пойти. Здесь Гидра встретит и несколько люркеров. А тут выход будет. Там 3 зелка, кстати, сныкалось. Надо забрать их Гидрой. Люру не показывает. Конечно, Люру не показывает. Дарк молодец, все четко делает. Видит, что здесь выход в другое направление идет. 162, 164 по лимиту. Грейды не усилились пока что. И здесь контратака, вот от нее может многое зависеть здесь в этой игре. На пилон сблевать. Конечно, Дарк он что и делает. Люра вкопалась и путь вовремя Люра вкопалась. Надо прийти за минеральную линию. Конечно, Люркеров копать. Молодец. Здесь Дарк все четко делает. Диэр идет в атаку. Здесь Люра есть на рамке. Сможет Диэр на Люру зайти? Хорошо, как Люра жахнула, но Шторм собак прижег очень жестко. Ну и здесь Дарк что-то медленно успех развивает. Фатонок побаивался. Просто ближе идти не хотел. Но надо выпилить этот пилон просто и Фатонки отключатся. В первом старкад пилоны было очень тяжело покусить. Они жирные были. Во втором они очень мало хп имеют. Их моментально проблевают просто. Так, опс, падает. Здесь призма падает, ребят. И Дарк около Диера все еще группой находится. Топ-серверы пролетают. Немножечко невнимателен. Дарк надо опсов покусить такой сюда. Так, дура приходит, копается. Агрид иммортал поагрид зелкан. Здесь шторм есть на псих-штормовичке. Один уверчаж. Ну пилон кстати допу надо помочь его покуснуть. Пилон запокусился. Надеюсь отобьется сейчас Диер. Но он в атаке не может. Понимаете ничего сделать. Вот в чем проблема. Вот здесь зелками развел гидра сбоку подставляется. Собаки подставляются. Несколько гидра лесков Догидар потерял. Зелки прыгают. Далее у них три атаки как они гидру рубят с тремя атаками. Это жесть просто какая-то 48-158. Но против люры очень тяжело сейчас будет. Стационарной позиции в обороне против миксов особенно в которых имморталов мало. Там заходит Дир Дарк успевает перекопать уру. Вот если было здесь 5 имморталов они бы просто встали на халде здесь или ближе надо было перекапываться они пхатов укусили а здесь мало их. У архонов рейнч небольшой но Дир все равно у него больше грейдов он переварпил просто в клам Дарк на одной атаке зависит и вообще грейдов не делает. Вот за это короче говоря Дарку минус балл в рейтинге просто мощности сейчас зергов по-моему в отношении рога у него все так же точно происходит но он грейды все абсолютно масит всегда там он вообще всех юнитов использует практически и с вармхосты у него там вообще везде так ну кстати между прочим у Дарка 4 база аудиера 3 только то есть если он как-то здесь будет отбиваться но без люры невозможно это делать на такой позиции даже гидра в таких количествах на самом деле будет решать так прям нулюру решил в тупую пойти да нет гидра успеет вернуться нельзя так идти в тупую нулюру хотя опять штук люркеров не так уж и много но часть прироста дома вот мазершип здесь ой вообще блин есть мазершип и его нет в атаке конечно сейчас мазершип усилит качественно армию дьера это уже реальный будет инопланетянин а не какой-то блин бегающий снизу шариками какими-то воздушными с мазершипом это уже полноцен армия сейчас сначала даже овера собьет он вместе с архончиком пошла атака на четвертую дьер дарк полетел дроп как же не вовремя он это сделал ребят и он просто разлетается из-за этого я не понял это проверочная атака а дьера или как он так вперед пошел а здесь еще архон дроп принимает два овера минус что дарк варить вообще такое непонятно ребят это один-один в итоге очку получит пацаны так ну что ждем того кто дальше все Продолжение следует... 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 Непонятный Прилетает ребят призма Здесь контур дроп заходит Два адепта вынужден статс варпануть Домой здесь гейт собирается Сбить у нас соло Два дарка варпанул в атаку здесь Ну и все, тут вроде как Отбился и дарков варпанул Но пока хараса не будет То есть у соло есть время Чтобы здесь подготовиться Но с другой стороны можно дарками Четыре дарка если бы зашло здесь Собак немного, они бы вообще зашли бы Вот у двумя зашел Три или четыре собаки Срезал статс и улетел просто Да, ну что же Здесь дарки продолжают гонять Два архонщика где-то А, о, вторая призма у статса Через два призма стиль кстати Посмотрим что такое Две призмы от статса Вообще как бы уже и видел и от детства И от соса такие билды И от хира уже видел То есть статс не часто Думаю призмы выкатал Прилетает, ну так Минеральную линию заблочил Рабочих несколько подрезал В это время контроль на дарках идет Сверху, точнее залет на дарках идет На мейн и между прочим Здесь есть еще срезануть Но солар контролит быстро Рабочих забирает их Статс просто подрезает еще пару рабочих И пару собак и уже тогда Только улетает Надо здесь еще варпануть два И слить архонщика вообще Контр дроп бейнов, ребят, прошел К статсу и плохо было очень Получился Здесь видно еще что происходит Продолжает статс архонекер Все, они на пределе Уже у этого есть поля У этого вообще не осталось практически Статс их дропает И начинает регенить Надо двумя другими сверху вступать Конечно в бой Только здесь почему-то да Вот статс вступит Овера можно было бы подрезать Потому что им пофиг поля Поля не нужны, чтобы овера срезать И здесь просто юниты восстановятся Абсолютно полностью У одного Вот 13 юнитов подрезан У другого 17 На двоих 30-очка срезано Надеюсь опять дроп бейнов идет от солара Фига там взрыв такой Какой-то ядерный взрыв Но никто не взорвался вообще Ядреная, я бы сказал, бомба Так, ну здесь архонщики прилетели А че с другого-то направления Статс не хочет там побиться Блин, архоны кэш с призмой в нормальных руках Это просто такие круглые ниндзя Просто Которые из эрга выпиливают адски И здесь прилетает опять Статс на вторую Вот они уже Мы обновились, короче, ребята говорят Готовы побиться маленько еще Побился, но в итоге везде Поля потерял Ну в принципе, как бы Хараса тут Ну к тему, блин, здесь заходит Другое дело, что экономика И Статс, ну не сильно-то впереди Из-за контр-Хараса вот этими бейлингами Но еще она конкурентная Вполне Плюс один доделывается Блин, чаш пошел Стенка здесь из гейтов делается Получается Здесь был подрезать Статс Овера собрался Овера минус ну Сюда вот надо прилететь Может там этих принять Там, я не знаю Этих дроп-Овера Наконец-таки Он просто наглеет Хотя здесь Сталкеры остались В принципе Так На две призмы Опять, посмотрите, развод На одной призме Шесть архонов Три иммортала Уже пришло Причем Статс Видит, что здесь Делает Солар Прекрасно Приходит, начинает атаковать А на другую призму Четыре зелка полетели На мейн вообще Они летят Вот Но тут надо Скоординировать Врывку Куда Разобраться И на мейн призму Прилетать Ну гидра пришла А на мейне-то Кто подерется С зелками Так, надо разложить Призму Хотя здесь Нужен довар был Хотя, в принципе Без довар По два дрона Подрезал И улетел Тоже ничего не потеряв Нормально А так бы Зелков слил бы Просто Которые ресурсы стоят Тоже не факт Что успешно Они просто С собаками бы Порезались бы Разменялись бы Собаки с двумя когтями Несмотря на то, что Их с двух раз Убивать будут Зелки с плюс один И они все равно Больно грызут Все-таки Когти-то два Так, идет опять Стас на второй базе Зелка На четвертой Вот это уже лишняя Атака Смотрите Стас приходит Что он делает Вообще не понимаю Нахрен он пришел Без Зелков Без штормов Сюда Вот таким Выходом Непонятным Сливает В итоге Все Практически 150-160 По лимиту Шторм-то есть Шторма-то нет Ребят Шторма-то нет Стас Шторм забыл Это проигрыш Сейчас будет Сливай архонов Все что творишь Так хоть шанс Какой-то будет Шторма-то нету Ё-моя Я только сейчас Заметил Что лунтизм Уровень бог Просто Отстаться Выключу Вп 1-0 Сколор Нет шторма Просто Прикиньте Просто Отстает Забыл Шторм Сделать Да На ГСЛ Если бы он так Делал Или там На Старлиге Где-нибудь То люди бы Не поняли Ладно На онлайн Капе Типа На Блицфоне Участвовать Так Забегание Зелков Идет Вот сейчас Только архонов Слил Старли Прикиньте Здесь бы их Слил Еще был бы Хоть какой-то Шанс Подраться Зелки Забежали Но они Тут особо Дэмэджа Много не нанесут Собак Разобрали Правда Зелки Драли Забрали Королева Свалила Нет Да Свалила Королева По-моему Да нет Идти вперед Старцу Вообще Бессмысленно Здесь Не в шторм Уйти ему Тяжело Уже будет Как мне кажется Нектус Восстанавливает Конечно Солар Просто давить Его будет Сейчас Смысл Ему ждать Но единственный Шанс Да Это благодаря Псишторму Отбиться Для старцу У него Еще где-то 15 секунд До него Солар Готовит Атаку Но я думаю Что у старцу Спеет Да Шторм успеет Доделаться 10 секунд Уже Пошло Пошли Штормы Все новые Новые Падают Аккуратно Их кидаешь Час Хороший Штормец Прошел Еще Шторм Нужен Архона Сливает Старц Смотрите 107 132 10 Старц Еще Отклупался У него Плюс 2 10 Но не Эксуса Четвертого Нет Вот где Провал Полный Заключается Нужно При штурмовичков Варпить Газа Очень много Да И чтобы они Энергию Копили Сейчас Еще Двух Чтоб Пять Было Короче Даже Шесть Ну пусть Шесть Будет Сольются Потом Вархончиков Ходит Старц Подрезается Что может Здесь Из близкого От Усовы Раут Овера Подрезал Сейчас Ап сервером Контролят Но здесь Оверсир Летит И абсолютно Правильно Что зерк Оверсиров С собой Берет Потому что Они Видят Ап серверах Те же Например Готовится Атака Шесть Штормовиков Устаться Не надо На бэйнах Так Куда ты Зилками Это так Пошел Что ж Ты дел А он Хочет Сагрить Он хочет Сагрить Солара Сейчас Солар Видит Что все Штормович Есть Штормы Кидаются Старц Сагрил Солара В итоге Так Что Насосал Просто Место Того Чтобы Нормально Позицию Занять И бой Принять Нормально Хотя Вот сейчас Проигрывать Было Не обязательно Да как И тогда Впрочем В первой Атаке Было Не обязательно Такую Хрень Делать То что Шторм Отсутствовал 1-0 Мучился Мучился Старц Отмучился Даже Нексус Брилли И то Еще Шансы Есть Но все Равно Что то Не получается Нифига Вторую Карту Ждем Орден Тарсона Нет Орден Тарсона Здесь Вообще Ни при чем Орден Тарсона Только Тираны Могут Получить Здесь Может быть Орден Старсона Орден Всего Что Угодно Но Не Тарсона Это Важно Это Важно Тарсона 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 Нет Орден Тарсона Орден Тарсона Как Огент Так, ну что, поехали. Тиммейта два, статцы Совар, бьются, между прочим. Так, почему он колосса не делает, он очень хорошо в таком миксе. Ну приходи на канал, расскажешь, статцы скажешь. Чувак, колоссы хороши, делай их скорее. Он скажет, блин, понял, сенсей. Буду делать, но не сегодня, поход. Короче, да колоссы сейчас вообще, как бы, не, их строят в ПВЗ, но ПВЗ в основном без колоссов сейчас играют стилями различными. Будь то старгитовые стили всякие, будь то стандартные 2 рубля, тиксы, имморталы, архоны, шторм. Или что-то еще, или пуш какие-то сейчас много появилось. Так, что вот так. Пилон Гейт, газ нет, кибернеточка. Опять все, стенки здесь, пилон, и все, закрыто будет. Хорошая стенка со стороны статца. По центру Гейт, сбоку кибернетка. Так, ну а Солвер, что Солвер? Абсолютно стандартный. 2-2 королева, сейчас будет скорость Лингом после 17-й хаты. Солвер, кстати, красный статус, синий. Каталена карты, здесь присутствует карта на 3-х человек, стоит отметить по этому респы. 9 часов ровно статус. Солвер на 5-ти часах примерно находится. Есть еще позиция в районе 12-ти, чуть ближе к часу. Здесь тоже как бы между 5-ю и 6-ю получается даже. Так, ну будем считать, что 5-ка было. Пошла раскачка второй хаты. Ну и Солор прям идет, блин, статусом, третью ставят. Прямо в нагло, ну а почему нет? Здесь Таргейт доделывается. И раскачка Никсуса идет. 1 буст, где 1 буст? А, Дефт хочет побыстрее еще подстроить, чтобы... Солор молодец, спас одну собаку. Вот этим действием, что отвел демедженную статусу, надо было ее подрезать. Если они рядом бежали, то и второй бы убил бы просто. Второй адрес подходит. Конечно, пока статус не будет, вообще ему не стоит врываться. Здесь хорошая тайминка и скорость, вот она уже доделалась, как бы на самом деле. Нет, статус не врывается, Солора обманывает. Заставил дронов покататься. Но собаки были не здесь, поэтому и заставил, собственно говоря. Позиция хорошая. Высоко стою, далеко гляжу, типа. Адепты там стоят хорошо. Плюс Оракул прилетел уже, их прикроют стопроцентно. Так, на Криптумор не хочется тратить вообще-то демедж Оракулу и энергию. Так, адепты около третьей базы, статус, смотри, стоит. Ха, Солор отменил дрон, а ну, блин, прикольно, блин, корейцы. Прикольно смотреть. Ну, а что действительно смысл 50 минералов отдавать? Пусть его не будет, но хоть минералы вернутся, как бы, тебе. Так, ну тут попытки что-то сделать на третьей базе. На третьей базе от статуса плодов никаких не приносит. Ходит он тут Адепт. Оракулу больше сейчас раскачивается дома, то есть Феникса Моверов позбивал одного, второго. Ставит Нексус, третий в итоге, статус. Солор встает с собаками, что здесь делать? Ну, стропки, блин, приятно. Приятного мало, на самом деле. Надо новую выводить еще здесь. Собаки бегают, попробую его выведи отсюда. Ээээ, принял собор вообще. Еще и Адепт пришел сгрейтис. Ну, тут только поля потерял статус. Очень вовремя дэмэдж Оракулом рубил. Все, регенится, начинает сразу же сейчас. Так, а есть пробки? Что-то статус... Ааа, здесь выход идет самый вообще максимально быстрый. Ёма, здесь пуш с ровущими королевами. И вообще, лингами пошел. А статус играет в чаже пуш сейчас с архивами темпларов. То есть, если бы это был бы, например, от чистой воды постройка под статус. Если бы здесь был Даркшайн, например, вот с этим пушем, то он бы уже провалился бы. А так как здесь вы видите, что делает Солар, статусу тут вообще ловить нечего, по-моему. На дэмэдж Оракулом рубачит. Дилкина. Оп, хорошо. Собака, кстати, игра сагрил сюда на коверчашное. Ну, кстати, если статус на выпили... Опа, как же вовремя королевы пришли. Все, теперь уже и получается и не забрать-то нифига. Нархончики есть. Ну, их два всего. Пилоны пока живут. Это хорошо. Фризмы нет. Это очень плохо. И мест призмы делается. Сейчас, естественно, статус выставил оверчар. Уже на дохлый пилон. Нет бы сразу выставить. Просто собаки, реведжеры, королевы юнитов немерено. Два гейта, три гейта. Отключено. На мэйне остается пять еще. Я думаю, этого достаточно, чтобы пока поварпить юнитов еще статус. Но Архон уже еле живой. Похоже на 2-0 Солар вообще здесь. Очень уверенная победа. Третий ник с лингами сгрыз. Да все, а что здесь рыпаться-то? Жесткий фуш-шоуэр продемонстрировал. Я скажу, против вот этого стиля статуса. Зашел он просто на ура. Очень жестко зашел. Своим собакам там уже фуэрбу кидает. Да нет, здесь сопротивление бесполезно уже. Это понятно. Как-то показалось сначала мне, что статуса вот эта зельда может сейчас зайти. Потом я увидел, что там роучи уже идут. Был невнимателен абсолютно. Ёма. Что за бред? 2-0. Солар статуса 3 очка. Или там 2 или 3. Я не знаю, сколько статуса там получит. По системе в этой. Что за бред? 2-0. 1-2. 3-0. 3-0. 2-0. 3-0. Продолжение следует... Так, ну что, кто у нас дальше будет? Так, ну что, у нас суммарно 300 человек, ребят. Надо рекламку пильнуть. Подпиляю рекламу, помните про AdBlock, помните про премиумы и поддерживайте меня и мой канал, естественно. Реквизит вписаний через плеер. Так, уже кто-то готов биться, кто же там? Диер Солар у нас будет сейчас. Вот оно как. Ну, посмотрим, как Диер Солар сыграет. Стас вообще ни о чем сыграл что-то сегодня. Пока что. Ну, еще есть шанс у него, конечно, побиться. Три человека из группы выходят, всего два не выходят. То есть, понимаете, что шансы высоки на выход у всех здесь. Благодаря такой системе. Кроме двух человек. Логично, сэр. Ну, все, поехали, ребят. Так, вот один, естественно. Чай, ребят, что-то у меня чая вроде не пил я особо, но сегодня опять поздно что-то лег, поздно встал. Нужно отойти мне. Ну, все, поехали. Ну, все, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Все, я снова с вами, ребят, извиняюсь. Надо было отойти буквально на секунду. Вот. Короче. Силон Гейдасник с Кибернечка Диэр блокировал Солору хату на второй базе и не дал, между прочим, заказать ему ее. Ну, все-таки Солор чертяга заказал, но вынужден он через фу первый уже был играть, как его. Но это не так уж и страшно. Кстати, есть дрон на третьей базе. Даже, учитывая пробку демоджиная очень, она может не уйти. Опа, она не уйдет, не уйдет. 5 хп осталось. Хотя реген уже начнется сейчас очень скоро. Вот я думаю даже... А, нет, смотрите-ка. Какая быстрая собака успела до начала регена, да? Ну, то есть там уже доли секунды до регена, мне кажется, были. Вот. Если по один хоть одну полинку отрегенил, то дальше проехал. Все равно она не ушла. Это было видно по количеству хп, которое здесь было с полным хп в легкую пробку уходит. То есть она успевает там порегенить иногда что-то. Адепт первый выдвигается. Вторая собака на халяву пробегает с другой стороны. Хитрый совор, потому что ее сныкал. И вот он просто берет и проходит. Адир стоит адептом в носу чешет здесь. Сейчас второй адепт. Видите, ну все, собака уже все спалила. Тут уже смысл за ней подрываться особого и нет. Два адепта вперед пошли. То есть придется линга здесь пробками отгонять. Эх, салварда. Чертяга на пяти хп ушел все равно. Собачкой. Два адепта. Сейчас придут. Ну, кстати, семь лингов есть. Где они вообще-то семь лингов? А вот они думают. Ну да, нормально. Собак достаточно. Уже нет смысла тут вообще ничего делать адептами. Странно. Первый удар как-то только один адепт нанес. Они ворвались. Они залпы. Сразу же дрона должны были фокуснуть. С телепорта получается. И потом еще как бы заказаешься фокуснуть. Но в итоге Диер только одного умудрился убить. И я не понял, как получилось-то так даже. Не, никогда не удалял я там никого. Вот, но. Статс на самом деле. Там и должен был быть в друзьях. Так, еще три дрончика под ножок Аракул. Вот это уже получше. Грелка готова. Второй Старгейт, я думаю. Ну, Диер вообще не парится, короче. В Старгейты играет. И может быть даже в Армаду сыграет. А в Армаду Диер умеет играть. Где мы это видели? Кстати, где мы это видели? На GSL Super Tournament. Мы, по-моему, видели. Где он на этой карте. Это там землей, воздухом. Там размен. Сначала ему опустили Армаду просто. А потом он все-таки отстроился и выиграл. Так, ну что тут? В погоне какой-то сафари за собаками. Криво их Солвер водил, абсолютно отдал. В итоге три адепта, два оракула имеют место быть. Даже уже три оракула. И грелка еще висит. Плюс адепты. Ну что, тут можно залететь, типа, да, получается? Что тут и пытается Солвер сделать. Он пытается понять, сколько тут юнитов-то вообще. Королева, да, тут мимо ходит. Адепты не стали на мейн заходить. Получается, на второй оставил их Диер. Дронов не фокусить. Здесь можно было фокусить, а не в ранже были. Зря не фокусит. И оракулами с грелкой не стал ничего делать. За четвертый некст уже ставит. И по лимиту в плюсе вообще. Узелки тут вот гоняют лингов. Стояли. Ну вообще, стационарная оборона. То есть Диер почему так быстро и развивается? Что он вообще как бы... Даже форжи у него нет, понимаете? Не то, что фотонок. У него даже форжи нет по этому билду. То есть вся оборона оверчажами. Юнитами, которые из гейтов были. И воздушными вот этими всеми оракулами. Отменяя четвертую соулу. Это же неприятно. Плюс грелочек несколько добавляет. И третий старгейт. Пару грелок. Одной уже имеющийся. Еще один старгейт. Третий. И щакайры пойдут. Так, одна грелка возвращается. Надо отогнать, в общем-то, оверсира. 122-103. Блин, ну лимит, кстати, хороший. То есть ток-ток форжа добавляется у Диера. Оверсир никуда не денется от грелки. Потому что он без скорости. А без скорости, ну, то есть не вариант уходить. Но зато ченджингов, смотрите, здесь двух оставил. И Диера вообще на них не отреагировал. То есть они будут стоять, и не карьеров спалят, и не все здесь спалят. Три карьера с бустами поперли у нас, получается, у Диера. 79 уже пробок. 79, 79, коротко. Вообще добыча просто нереальна. 66, 79. Надо вот фотонов в таких условиях парочку отстроить. И все, три карьера строятся. Добыча 300 на там 1300 укропса. Зерби поменьше на 10 рабочих. И добыча поменьше, соответственно. Грелки гоняют лингов. Есть здесь ораковых в пачках. Корапторы полетели. Опа! Корапторы! Ребята, все взяли на вооружение этот билд с Корапторами первыми. В стиле рога. Ну как с варм хостами, как рог, никто не будет, наверное, играть. Брилл Мазеркор, короче, рог. Смотри. О, этот Солор. 150-2037 по лимиту. Что-то долго он летает за вперед. Куда он? Карьером сюда хочет полететь? Ну что? Ё-моё. Как же вовремя карьеры вышли. Грелки, конечно, пожертвовали собой. Но выжили самая главная карьера здесь. И еще три грелки, поэтому запиливают у нас рог в это время. Прости, рог, дир. Какой рог, блин. Все, рог привязался. Солор отступает. Нужно перегруппироваться. Но убить сходу не получилось просто. Так, ну не плохо, не плохо. Пролетел ревелейшн и прокидал. Уже пятый Нексус пошел. Фотонок все больше и больше ставится, чтобы зеленкой тяжелее залить было. Три карьера, три грелки есть. И еще три карьера делается. Ну а что же, что же этот, рог, о, этот, Солор. У него 20 дронов, он отстроил рабочих просто немерено. И он продолжает здесь движение. Пошел пуш опять. Грелки без разогрева. Что ж ты творишь-то? Карьеры подставляются? Ё-моё. Куда вылетел-то? Там просто немерил, верчат же поперли. Мазершип здесь есть. Мазершип минус сейчас будет неприятно-то как. Минус Мазершип. Но очень глубоко. Караптеры ворвались сюда в карьеров и грелки. Грелки тоже упали. В итоге карьерами тремя хрен отгонишь. Но на самом деле 75 пробок живых и можно продолжать бой. Только нельзя карьеров подставлять под потонки. Улетай, что ж ты творишь-то? Такая тупёж. Такой тупёж. Караптеры залетели, блин. Можно было бы нормально подраться. Вообще. Кстати, всех три карьеров у кустума, всех караптеров слило. Сейчас Солор. И сейчас ещё два подставятся, кстати, гряд. И ещё два забирают. Молодец. 129, 147, 74, 90. Боевой лимит такой же остался. Две уже атаки воздушники. Если бы они пораньше были, было бы замечательно. Опять грелки строятся. И третья атака. Вторые поля уже тут у Дира попёрли вообще. Солор опять хат качается тем временем. 93 дрона, 6 ещё строят, сотка рабочих будет. Шестую ставят, нужны спорки. Просто Зергу нужны сейчас спорки. Как по мне. И вообще всё у него нормально будет. Мазершип опять пилят. Дир у нас над четвёртой базой. Над фотонками, где есть. Лучше где-нибудь подальше вот здесь вот, чтобы он уже был. Если залетать кто-то будет, можно было подконтролить. Так, продолжаю. Слежу, здесь какой-то Феникс. Куда здесь Феникс ещё взялся? Так, ещё три грелки. Ну тут правильно. Кареров три штуки пока достаточно. Их надо шесть делать вообще в целом. И остальное на грелки всё выделить против такого мигса Зергер. Но потом этот миг с грелками будет тяжело работать. Скоро спорок. Надо будет уязвимое направление искать и стараться туда залететь. Здесь забегание не получилось. Пятый Нексус всё-таки Дир занимает. У него 170 лимит. Там ультралис Кеверн попёр. Не, вот так... Как играет армаду Дир, мне определённо нравится. Говорить нечего. Так, две пробки и минус. Ну, 76-то есть. И лимита по 186 плюс грелочки ещё строится. Третья атака доделывается, ребят. Третья уже. Надо броню запиливать. Три атаки, два грейда на поля. Броня одна есть, кстати, у Дира тоже. Погодите, у него вторая кибернетка была? Или как? Откуда он вообще грейды лепил? Да, две кибернетки. А почему он сразу-то не делал? Здесь тогда в другой кибернетке. Грейт, вот она. Две, два рядом прямо стоит. Не знаю, почему, ребят. Но уже запас начинает там и там копиться. Рок Дир выходит. Простите, у меня рок. Все, у меня рок. Дир выходит сейчас в центр сюда. Собаки забегают. Всего одна фотонка им противостоит. Этого явно мало. Нужно бы поболее фотонок здесь. Они сейчас могут порваться более. На шести часах, сейчас посмотрите, Дир сбреет базу Рогу. У него много очень архонов. У него карьера. Он начинает грейды на землю делать. По земле, кстати, нулевые вообще грейды практически. Но их достаточно и таких. Невралов очень много уже здесь будет. А, неврала нет. Есть очень много инфестров. Но нет невралов. Спорки заходит Дирч. Он прям решил дальше идти сейчас. Пошел Микос. Вайперы высыпают. Караптеров нечем на архонов ответить. Солору, простите. У него дроп зашел. Но здесь-то Дир просто в лоб взбревает. Кстати, сколько много здесь рабочих? Они... Десять минус сумма. Здесь ушла просто нереальная пачка такая. Больше шестнадцати штук. Но мейн, кстати говоря, падает. Но здесь на дальних-то базах отобьется стопудово у нас Солор. Он делает восемь гейтов. Дир сейчас. Солор отобьется. Супутый, короче. Конечно же, Дир отобьется там дома. А вот отобьется ли Солор от этого выхода, у меня большие сомнения. Уж здесь слишком много архонов. Начинает ультра, конечно, выходить. Но... Кстати, погибли грейды в фаржах, которые я делал у нас, получается. Дир. Мазершип притянут. Ультралы, бой принимают. Разогрелись грелки просто. Вместе с архонами они тут и ультрус провожают. Они все тут провожают просто жестко. Так, аккуратнее надо быть на развороте принимать. Еще один бой у нас. Дир. Ультралы на трансьюзах архонов выносят. Караптеры выносят в воздух. И кажется, что Солор справляется здесь. А какой контур-дроп, да, зашел? Замечательный просто. Так, что там случилось? Что там за ферс вар? Какой-то бездомный песочек, как будто. Большой такой. Может и чей-то. Так, 132-108 по лимиту. Дир, конечно же, не сдается, ребят. У них земля есть. С грейдами 0-0 просто. А, нет, два поля. Ну, архоны хоть с полями, и то хорошо. Потому что у Зерга 4-2. Посмотрите, грейды. Есть уникальный на ультру, естественно, грейд. И адреналин у него есть. То есть по земле будет в хлам сгрызать архонов. Этими лингами ультру, и этих архонов. Вообще без потерь практически. С овора. Караптер, видите, нахрена всеми в Нексус. Вот знаете, в чем караптер бонус? Если ты знаешь... Вот их смысл. Если ты знаешь, что тебя не сразу здесь настигнут, то нужно не всеми в одно здание, а разделить на несколько зданий. Потому что они, когда разогреются, они там такой демочек начнут выносить. А так как всеми на одно запиливаешь здание, вот это дело, то получается, что они просто не успевают даже разогреться. Они эффективность свою максимальную не показывают. А здесь был пилон, тем более. То есть его-то вообще быстро там унесло бы. И Нексус строящийся был. То есть в любом случае, просто с кейба нажал, а ресурсу больше частью ему вернулось. У Дира, что-то тут просто один сархонов, два аморт лужа. 1-1 грейды пошли. Сможет он с такими вот грейдами? Мне интересно биться с этим. Скин, конечно, у Соллора крутой. Это лотвовский, да и люксовский, по-моему, или нет. Хотя нет, это новые скины. Лотвовский, да и люксовский по-другому выглядел, по-моему. Он как из компании ультрал выглядел. Да, вот, пришел. Просто две форжи, ё-моё. Такие грейды нужные для Прокуса. Минус форжей. Одну забыл убить. Ну, а броню пусть делает хотя бы Дирчилл. Атака, правда, важнее намного, на самом деле. В этой ситуации почти с иммортлой Архуны, ребят. Какая там броня. Нахрен она нужна. Так, ультры все больше и больше. Восемь брудов. Но это десбол для наземной. Против земли Зерговский просто делает у нас Соллорум. Понимаю, здесь Архуны, их надо как-то принимать. Боюсь, что сейчас такой печальный для Прокуса бой будет, что придется приудыть даже немножечко. Кто за просов болеет. Хочу оказаться неправ, но я просто не вижу шансов против микса вот такого на ультре. Ультралинга Беллинги с грейдами вот такими. И против брудов еще пачки. А Соллор понимает, что там по воздуху что нет, он брудов все больше и больше просто делает. У Диры 15 Архонов, 6 Морклов. 15 Карла Архонов, 6 Морклов, 16 Зелков. И он идет вперед просто всем этим делом. Думаю такой, что я сейчас твой крип топтал. А тут просто ребята сверху вылетают и говорят, не надо крипто топтать. Че, ема. Ультра, вот я щабрята пиздаву, щабрята. Не выходит бруд. И просто будет в ближайшее время 13 бруд лордов. И это явно для Адира не счастливое число, а не для Соллора самого. Вот. Сейчас это все дело вперед пойдет. Просто жесть, сколько бруд лордов. Насколько бесполезные вот эти юниты против того, что мы их печально повидел. Соллор аж зачихал. Насколько же они жесткие. То есть бруды голые могут убить Архонов. То есть ими кайтить, просто стрелять. Брудлинги будут попадать и будет жесть. Превает базу Соллор. Надо отдалить, что-то вообще нихрена не видно. Сверху бомбит, сюда вот сразу заходит. Дир смещается в другую. Чарлик, хорош там уже. Так, 12 у нас бруд лордов. Ультра. Королевы. Дир пытается уйти. Архоны падают. Потери сейчас просто вот. Сейчас у Протса, вот запомните, 3500. 3500, даже учитывая, что до этого Протс один терял почти, что. Вот сейчас 3500 на 34. 700, сколько будет потом в конце у нас? Ну, только разменом, да. Только разменом может Дир, на самом деле, здесь что-то Соллору навязать. Другого варианта у него просто нет. Здесь и воздух уже 2-1 грейда. Ё-моё, какие-то все грейженные у Соллора. Прям жесть. Пошла атака. Ультра тоже вступает в бой. Часть брудов где-то сзади вообще один, врунглорд. Пошел замес. Сталкеры блинкаются. Куда они блинкаются? Назад. А смысл эта армия не прикрыта. В итоге брудлинги танкуют. Сзади ультралы. Протс разваливается. Дир при этом всем умудряется ультралов укусить вот этими юнитами. Потому что через Аклик драться брудлингов, бить это вообще. Вот это контратака заходит в сторону Диера. Ну, кстати, здесь он еще и надамажит. И сталкеров ведет в контратаку. Изелки сюда. Посмотрите, развод-то хороший. У Соллора немобильная армия здесь остается. И сталкерами он на халяву королев поубивал. Неплохо получился. Офигеть. И здесь уходит еще. Но здесь ультралозилков растоптали. Здесь у нас забуксовало... А, нет. Эморклы не буксуют. Нет, эморклы разносят, конечно. И здания очень мало остается, кстати говоря. И здесь решил даже оттянуться назад Дир немножечко. Вместе с архонами и эморклами. Соллор сгрызает Диру добычу. Последнюю больше не будет. Но он тоже добыч не будет. Ну, 1500 ресс это делает. Так, да ну 105-114, ребята, у нас. Оресом. Что-то сталкли в какую-то компанию попадать в ловушку просто. Как с Зератулом миссия, где бежать надо. Вот это, прохождение воли, потому что часть... Ну, или еще какая-нибудь миссия с кем-нибудь. Так. 5 архонов, 5 эморклов пойдет сюда. Грудь лорда дома. Все 13 штук. Ультра, лолинги здесь все гоняют. Ну, все, эти юниты в ловушке, ребята. Это гагенчик Диру все-таки в итоге. Ну, эти юниты просто, которые, их нечем убить. Вот это вот нечем убить. Брудь лорда, это слишком просто. Когда... Если вот тебе лучше, блин, я не знаю. Это какой-то страшный сон. Если тебе нужно просто убить, просто масс брудь лордов землей. Хуже придумать задачи нет. Архонами еще, знаете, просто. А их уже 13 здесь в этой игре, где экономики не сильные. Просто если вот брудов грэды 3-3 и брудлинги, то есть милишные 3-3 по земле, например, брудов штук 16, есть. Архонами вот 200 лимита, мне кажется. Их не убить будет просто. Не, ну 200 их слишком много, они просто брудлингов выпилят. Если кайтить можно будет, там можно и с таким подраться. А если там неровности, место какие-то будет, то вообще... 100 пудово. 1-2-3-3-4-5-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...